Фейскульт привет! Друзья, ученики и просто случайный зритель! Сегодня вы увидите тренировку. Первую тренировку из двух, которую я настоятельно рекомендую всем вам опробовать на себе. Особенно, друзья, если вы тренируетесь на дураху. Почему? Потому что это соответствует всем тем принципам, которые необходимо соблюдать для того, чтобы становиться сильнее и больше. Ну что, поехали! Естественно, после общей разминки, желательно сегодня на велотренажере или в грибном тренажере, что еще лучше, мы делаем 3-4 подходика экстензии спины. Да, друзья, это необходимо делать. Многие говорят, что после этого тяжело приседать. Возможно, так и есть, поначалу так и будет. Но это гарантия того, что ваши поясничные мышцы и конкретно позвоночник будут сохранять здоровье. Что может быть важнее в нашем с вами деле. После этого, друзья, мы переходим к приседаниям. Да, друзья, приседания это самое главное упражнение. Это, наверное, упражнение упражнений. Бог упражнений. Если вы не приседаете, вы либо больной, в смысле какие-то у вас противопоказания, либо вы глупый человек. А особенно если вы тренер, вы тем более глупый, потому что только приседания позволяют, особенно натуральному атлету, набирать необходимую мышечную массу, силу. Но что самое главное, оставаться здоровым. Я об этом уже не раз говорил, и это говорит наука. Что сегодня по программе. Сегодня, друзья, мы будем делать во всех упражнениях 5 рабочих подходов на 15 повторений. Меньше 12 повторений я в рабочих подходах вам не рекомендую опускаться. Старайтесь находиться где-то в этом диапазоне от 15 до 12. Естественно, сделав 2-3 разминочных подходика, мы приступаем уже непосредственно к рабочим подходам в приседаниях. Поверьте, после 5 рабочих подходов на 15 повторений, вам будет казаться, что вас раздуло изнутри. Грудная клетка будет просто разбирать. Останется только нарастить мясо на эту мощную грудную клетку. Между подходами отдыхайте ровно столько, сколько вам необходимо для того, чтобы полностью восстановиться. Я ориентируюсь на дыхание, на сердечный ритм. Без каких-либо пулсометров, только по собственным ощущениям. У меня обычно это занимает от 2 до 5 минут. Ну что, переходим к любимой связке упражнений Арнольда Шварценеггера. Да, друзья, не удивляйтесь. Арнольд часто тренировал грудь вместе со спиной. Что мы с вами сегодня и будем делать. Будем жать штангу лежа на наклонной скамье и делать тягу ядца в наклоне. Как мы это будем делать? Естественно, выполняя рабочие подходы, начиная с пустого грифа. 2-3 разминочных подхода на 6-8 повторений будет достаточно. После мы выставляем первый рабочий вес и делаем первый рабочий подход в жиме штанги лежа. Следим за тем, чтобы не перерастягивать плечевые суставы. Не нужно так высоко оставлять штангу, как я. Я это делаю не потому, что я ленюсь, а потому, что берегу свои больные травмированные суставы. У меня плечи сейчас больная тема. Левое крючо вообще выключилось, не могу поднимать его высоко, руку вверх отводить. Но это другая тема. Старайтесь примерно опускать штангу на 10 сантиметров, не до касания грудных. Выжимайте штангу тоже, не распрямляя локти полностью. Отдыхаем 2 минуты примерно, ориентируемся по дыханию и переходим к тяге ядца. Здесь техника следующая. Нужно наклониться до такого уровня, когда гриф находится на уровне коленей. И затем обратным хватом тянем штангу по ногам. Да, штанга всегда должна касаться ног. Вы не должны ее тянуть вверх. Не забываем, что прокачивая широчайшие, мы уходим локоть вверх и назад. Если вы делаете грамотно, то штанга будет скользить по вашим бедрам. Это правильно. Медленно опускаем, мощно, хорошо, взрывно поднимаем. Так, в принципе, работаем во всех упражнениях. Постепенно поднимая рабочие веса в каждом новом подходе. Но, опять-таки, ориентируемся на заданное количество повторений. Это от 12 до 15. Сделав 5 рабочих подходов, поверьте, вам будет уже не до чего. А нам нужно еще сегодня прокачать голень. И делать мы это будем в тренажере сидя. Здесь уже не важно. Поработайте на 15, на 20, 25 повторений. Главное, сделайте 5 рабочих полноценных подходов. И не забываем в конце, друзья, обязательно гиперэкстензия. 3, 4, а лучше 5 рабочих подходиков на 12, 15 повторений. После чего заминка и идем домой отдыхать. Восстанавливаться, кушать и спать. Друзья, следующую тренировку не пропустите. Я выпущу ее сразу же вслед за этим видеороликом. Потом оставлю ссылки в описании к видео. И я настоятельно рекомендую вам придерживаться следующего графика. День тренировки, 2 дня отдыха. День тренировки, 2 дня отдыха. Чередуя таким образом эти 2 тренировочных дня. День тренировки, 2 дня отдыха. Хочу напомнить вам, что вышли в свет 2 мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия Фак Фитнес. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить тебе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенькой за ступенькой поднимались. Улучшая свое здоровье. Друзья, ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, смело ставьте дизлайк. Единственная просьба, обязательно отпишитесь в комментариях, что вам не понравилось, с чем вы не согласны. Вам не сложно. Я сам заметил, что я смотрю много любимых каналов и не ставлю лайки. Это не хорошо. Люди работают, бесплатно для вас стараются. И мы обязаны поставить лайк, особенно если считаем информацию полезной. Это очень помогает каналу развиваться. А также делитесь видеороликами в своих соцсетях. Партнер сегодняшнего выпуска Animal Northrop. Лучшая гармошка, друзья, которую вы можете себе позволить. По промокоду, который вы видите сейчас на экране, вы получите скидку. На сайте Animal Northrop. Увидимся, друзья, как всегда в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.